Я илю деревушка на берегу Телецкого озера. Именно она выбрана для размещения базы МЧС в 20.30 накануне. Стало известно, вертолет Робинсон с пилотом и четырьмя пассажирами на борту потерпел крушение. Вчера была погода плохая, поэтому это подтверждается должностными лицами Алтайского государственного природного заповедника. На борту находился бывший вице-губернатор республики Алтай ранее, депутат Алтайского краевого законодательного собрания, бизнесмен Анатолий Банных. Козинцева Мария, заместитель генерального директора компании «Хелепорт Москва». Это крупнейшее в России предприятие, которое занимается продажей и обслуживанием вертолетов. Пилот вертолета Дмитрий Ракицкий имел большой опыт пилотирования воздушных судов такого типа. По предварительным данным тела одного из пассажиров женщины было найдено. Я часто летаю. Вообще первый случай здесь уже знаете сколько? На протяжении пяти лет уже летает первый случай такой. Шок, конечно. Причина трагедии неизвестна. Одно из предположений вертолет, двигавшийся со стороны Хакасии, сильно обледенел после короткой стоянки на территории базы Анатолия Банных. И буквально через несколько минут после взлета рухнул в воду. В населенном пункте Яйлю на данный период времени сосредоточена группировка сил и средств главного управления МЧС России по республике Алтай в количестве 65 человек, 13 единиц техники. Развернут полевой лагерь, выполняются подготовительные мероприятия. Сложные погодные условия, туман над рекой, плохая видимость. Что касается температуры воздуха, днем она минус 7, минус 12 градусов, ночью может стать холоднее. Как говорят в республиканском МЧС, опыта проведения подобных операций в это время года на Телецком озере у них не было. Поисковая операция может продлиться несколько дней. На помощь республиканским спасателям прибыли сотрудники МЧС из Барнаула, Новосибирска и Иркутска. Чтобы в районе предполагаемого падения вертолета могли работать водолазы, идет подготовка судна, которое находится на зимней стоянке на другом берегу озера. Получается сейчас готовить судно, на той стороне он находится на зимней стоянке, то есть сюда сейчас его доставят судно, приедет группа заниматься поисковыми работами. Местные жители, многие из которых лично были знакомы с бизнесменом, вызвались оказать помощь и предоставили собственные катера. В Норвегии лодки эксплуатируются круглый год, поэтому предназначено, не предназначено, это другой вопрос. Здесь все мы сейчас собрались по одной простой причине, вы ее прекрасно знаете. Для Анатолия Банных эта катастрофа стала не первой. В 2009 году во время охоты в республике Алтай вертолет Ми-171, в котором находились 11 человек, потерпел крушение. Тогда погибли семеро. Сам Анатолий Банных вскоре после того, как стало известно, что охота велась на краснокнижных архаров, оставил пост в республиканском правительстве. Максим Милосердов, Анатолий Коваленко, Новости.